В Крыму каждое место овеяно загадочностью, так и хочется прикоснуться к сакральному, стать частью чего-то важного. Думаем, это еще одна причина, почему все-таки люди стремятся к нам в Крым. А что, если я вам скажу про астротуризм? Желание приехать сюда станет сильнее? Если да, то не переключайтесь, ведь сегодня мы отправляемся вперед за звездами. Селям алейкум, я Эльвина Миметова и с вами Крымомания. Сегодня в выпуске. На краю самого высокого купола телескопа. Как получить звезду на заказ? Самый древний Мингир на полуострове. И миллионы, нет, миллиарды мерцающих бриллиантов в ночном небе. Все это и не только. Смотрите далее. Говорят, что космос открывали из Крыма. Верите? Ну почему бы и нет? Давайте так, сейчас мы вместе с вами все изучим, а уже после будем делать для себя надлежащие выводы. И отправляемся мы в поселок Научный. Ну, это логично, астрономия все-таки наука. Субтитры создавал DimaTorzok Вы, наверное, думаете, и куда это они приехали? Глухой поселок, кругом лишь лес и горы. Но вся эта как бы непримечательность ошибочна. Поверьте, ведь даже самое обычное село будет казаться таким только с виду. Не забывайте главного. Оно находится в Крыму. Вот и поселок городского типа Научный. Это место, куда в любое время года съезжается немало туристов. Почему? Солнце, Луна, планеты – все это еще с древних времен манило многих ученых. Каждый хотел узнать как можно больше, сделать невероятные открытия. И до сих пор об этих удивительных явлениях известно далеко не все. Но зато сегодня посмотреть на звезды, прикоснуться ближе к Солнцу можно совершенно легко. А самое главное, что все это можно сделать здесь. Да, друзья, одна из крупнейших обсерваторий – Крымская астрофизическая – расположена в нашем Крыму. Отмечайте скорее у себя на карте – Бахчисарайский район, поселок Научный. Обсерватория находится на высоте 600 метров над уровнем моря. Место выбиралось исходя из сочетания довольно темного неба, открытого южного горизонта и минимального дрожания атмосферы. Поскольку это высокая точка, то и одежда должна быть соответствующей. Приготовьтесь и оденьтесь чуть теплее. Один древнеримский философ говорил, что если бы на земле было только одно место, откуда можно было смотреть на звезды, то люди бы толпами стекались туда, чтобы созерцать эти чудеса и любоваться ими. Так вот, это все я цитирую к тому, чтобы вы еще раз убедились, как нам повезло. Мне уже не терпится пройти внутрь. А вам? Тогда идемте, тем более нас там уже ждут. Посещать обсерваторию можно как днем, так и ночью. Мы пришли в светлое время суток, а потому будем смотреть на теплое крымское солнышко. Добрый день! Добрый день! Очень рада, что наконец-то добрались до вас. Уже не терпится узнать, что же из себя представляет этот башенный солнечный телескоп. Ну что ж, давайте приступим. Да, с удовольствием. И для начала откроем купол. Ага, давайте. Здорово, сразу так светло стало. Сергей, расскажите, пожалуйста, более подробнее про этот телескоп, его механизм, что он исследует. На этом прекрасном башенном солнечном телескопе, крупнейшем солнечном телескопе Крыма, астрономы изучают проявления, разные проявления солнечной активности. Вспышки на Солнце, пятна. Для этого свет, который приходит к нам от Солнца, собирается при помощи этих метровых зеркал и отправляется вниз в специальное помещение, где мы его раскладываем в спектр. И спектр, он позволяет нам определить и химический состав нашего Солнца, и каких-то областей на Солнце, и посмотреть на физические условия, которые там у нас на Солнышке есть. То есть мы можем говорить о том, что там происходит, и предсказывать поведение Солнышка. Здорово, здесь Солнышко греет. Ну что же, давайте дальше тогда исследовать эту территорию. В астрофизической обсерватории ученые занимаются невероятно полезными и сложными делами. Ну вот, к примеру, предсказывают солнечные вспышки, которые могут приводить к магнитным бурям. С помощью метода радиоастрономии изучают движение земных континентальных плит. Это, кстати, помогает предсказывать землетрясения. Сотрудники исследуют изменения скорости вращения Земли, которая может влиять на климат. Следят за космическим мусором, астероидами. Именно здесь идет популяризация науки и астрономических знаний. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где вам еще посчастливится подняться на самую вершину телескопа, на белоснежный купол? В этом есть просто огромнейший плюс. Отсюда открывается очень красивый вид на наши крымские горы. Роман Ко, шесткий кельмен, чефуткали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня для вас хорошая новость. Если вы долго искали оригинальный подарок своей второй половинке, другу или родственнику, то вот вам супер-вариант. Подарите красоту нашей вселенной. Уникальные фото любого кусочка звездного неба специально для вас. Такое не найдешь в интернете и не встретишь случайно у знакомых в коллекции. Любая планета Солнечной системы, созвездие, яркая галактика, туманность, падающая звезда – все, что хотите. Ваша фотография будет единственной и неповторимой. А после ее получения все права на этот снимок будут принадлежать только вам. Так что не беспокойтесь. Находиться под куполом телескопа – это вам не развлекательный центр, где каждый день можно гулять. Это редчайшее удовольствие. Потому, если вам удастся здесь побывать, то такая экскурсия запомнится надолго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это уникальное научное заведение появилось в самом начале 20 века возле поселка Семеиз на горе Кошка, как частная обсерватория богатого человека и большого любителя астрономии Николая Мальцева. Потом ее передали в дар Пулковской обсерватории, после чего Крымская обсерватория стала превращаться в полноценный научный центр. Во время войны здание было разрушено, но, к счастью, на следующий год после победы ее начали восстанавливать, решив выбрать более подходящий климат. И таким образом данная обсерватория обосновалась в этом поселке. И сейчас мы с вами переместимся в ее главную достопримечательность – самую большую башню, в которой поместился зеркальный телескоп имени академика Шайна. Я так понимаю, мы находимся в самом главном, да, и в самом дорогостоящем, в изюминке, можно если так сказать, этой обсерватории. Это самый главный, да, телескоп? Действительно, перед нами, не скажу, самый главный, но, несомненно, самый крупный инструмент обсерватории. Основной инструмент для изучения звезд и вне галактических объектов. Причем, это инструмент один из самых крупнейших на территории России. Крупнее этого телескопа, единственный телескоп, расположенный на Северном Кавказе, имеющем диаметр зеркала 6 метров. нашего телескопа 2,6 метра, этот показатель. Крымская гордость. Да, можно и так сказать. Достояние. А какой его механизм? Собственно, механизм этого телескопа ничем не отличается от других. Единственное, что здесь используется, зеркала больших размеров. Собственно, что такое телескоп? Это система линз либо зеркал, которые фокусируют излучение на приборах, уже которые регистрируют в дальнейшем это излучение. Единственное отличие конкретно этого телескопа, помимо тонкостей в схемах, это наличие большого зеркала в нижней части. Размеры зеркала или линзы в телескопа можно сделать намного больше по площади, чем площадь человеческого зрачка. И за счет этого увидеть объекты, которые недоступны человеческому глазу. Причем эти объекты могут быть слабее в несколько десятков тысяч, а то и в несколько миллионов раз, чем те объекты, которые фиксирует человеческий глаз. Вот в этом вся суть телескопа. Площадь зеркала этого телескопа достаточно большая и позволяет нам заглядывать очень далеко в глубь Вселенной. Мы видим объекты на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от нас. Здесь создан по-настоящему научный городок, куда ни глянь, повсюду телескопы. Но из них не все доступны глазу туриста. Есть и крупные, и мелкие. В одних изучают черные дыры, а в других наблюдают за солнцем или звездами. Вот так выглядит телескоп, которому сегодня сто лет. Его привезли из Германии в Крым. Сегодня он, к сожалению, не работает, а стоит здесь как музейный экспонат. Рядом с ним я себя чувствую лилипутом. Лилипутом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот находимся сегодня весь день в обсерватории, и интерес галактики как-то увеличился. На небе столько звезд, у каждой своя история и название. Жаль, что звезды по имени Эльвина нет. Хотя, это же в моих силах. А вы знали, что все звезды имеют традиционные, в основном арабские имена, данные им еще в те времена, когда люди со страхом и восхищением смотрели на небо невооруженным глазом? Впоследствии ярким звездам присваивались обозначения или номера в соответствии с каталогами. Одна и та же звезда может иметь несколько десятков таких номеров и обозначений. В этой обсерватории дают именно малым планетам, которых здешние астрономы имеют в запасе еще несколько сотен. И знаете, это по-честному, поскольку название малых планет регистрируется только в одном международном центре. В мировой практике имя небесному объекту имеют право дать его первооткрыватель по своему желанию. Например, если хотите дать человеческое имя своей звездочке, то придется подождать, пока оно будет зарегистрировано в мировом центре и будет получен сертификат. Но, по правде говоря, сильно не обнадеживайтесь. Все-таки звезды – это вам не игрушки. Пусть лучше они имеют свои заслуженные научные названия. Поселок Научный – это практически центр горного Крыма, потому здесь так хорошо. Чистый воздух и для глаз благодать. Красота, восторг, блаженство – все эти слова я могу говорить про каждое место в нашем Крыму. И это не исключение. При Крымской стратегической обсерватории действует более 15 телескопов, и все они разбросаны по этой территории. Кстати, и этот обсерваторский парк тоже стоит внимания. Поверьте, здесь есть где погулять. Сейчас 21 век очень упростил жизнь людям. Вы только взгляните на все эти современные технологии, которые обновляются с каждым днем. Но все же не стоит забывать, что все разработки нынешнего прогресса были придуманы еще давным-давно. И раз уж сегодня мы говорим про астрономический туризм, то сейчас вам покажем уникальное место. Мы пришли к самой древней обсерватории на полуострове. А если быть точнее, то не обсерватория, а Менгир, который в свое время служил календарем для местного поселения, был своеобразной точкой отсчета. Такой камень в долине и отверстие в скале связаны единым предназначением и вместе представляют из себя некую оптическую ось, иначе визир, направленный строго в одну точку. А зачем это нужно? Астроному понять легко, а мы объясним всем остальным понятным, доступным языком. С помощью такого инструмента отмечали дни равноденствий, а значит, вели календарь, чтобы предсказывать смену времен года. Сергей, мы с вами находимся в таком историческом месте, и даже гордость берет за то, что это у нас в Крыму. Расскажите подробнее нам про этот Менгир. Менгир – это очень интересный объект. Он установлен здесь был несколько тысяч лет назад, скорее всего. И вообще Менгиры служили символом силы, ориентиром для путешественников. Этот Менгир, он обладает совершенно особым, уникальным астрономическим предназначением. Скорее всего, он работал как календарь. Древние ориентировались по этому Менгиру при помощи отверстия, который находится на той стороне балки, на расстоянии 350 метров, в скале, искусственно сделанное отверстие. И два раза в год солнце появляется прямо в этом отверстии, вблизи дней равноденствия, в начале апреля, в начале сентября. Происходит очень яркая, красивая вспышка на несколько минут. И этот момент древние люди считали первым днем своего Нового года. Сергей, ну а поведайте нашим телезрителям, где же лучше всего в Крыму наблюдать за звездами. Разумеется, скорее всего, это на природе. А вот в каких конкретно местах, где, например, любите это делать вы? Лучше всего это делать подальше от цивилизации. Потому что современная цивилизация, к огромному сожалению, очень сильно подсвечивает небо. Небо становится ярким, и звезды, и Млечный Путь становятся плохо видны. Поэтому надо уезжать далеко в горы, по возможности дальше, например, в Крымскую астрофизическую обсерваторию, или на плато Ай-Петри, плато Карабий, очень хорошее место, или в Восточный Крым, где мало цивилизаций, и небо не засвечено, темное, хорошее звездное небо. Ага, спасибо большое. Ну а мы, друзья, идем дальше изучать Мингир, эту историческую ценность нашего полуострова. Каменные стены серых скал надежно защищают от ветра. Солнце проникает сюда даже зимой. На дне балки есть источник, который во все времена снабжал людей водой. Кстати говоря, вот эти скалы, на которых мы сейчас находимся, в древние времена служили жилыми помещениями. Например, вот в той комнате зачастую держали скот, а в этой уже сами хозяева жили, еле и спали. Другие памятники каменного века в этой округе подтверждают, что местное население обладало очень сложными навыками обработки камня и инженерными знаниями для перемещения многотонных глыб на большие расстояния. Таким образом, Бахчисарайский Менгир не может считаться случайной игрой природы. Это специально созданное астрономическое сооружение и, кстати, одно из самых крупных в Крыму. В высоту Менгир 4 метра, а в ширину 2. Как объясняют, в скале к востоку от Менгира в естественном грудь есть искусственное сквозное отверстие. В дни весеннего и осеннего равноденствия Солнце встает из-за этой скалы. Луч Солнца проходит через отверстие в грудь и попадает точно на вершину Менгира. Бахчисарайский Менгирный комплекс это единственная известная на сегодняшний день древняя обсерватория, которая сохранилась. А еще, друзья, обратите внимание на само место. Изящность горной долины отлично подходит для отдыха на природе. Менгирная балка ждет вас. Собравшись здесь, у вас есть уникальная возможность представить себя в роли древнего народа, который собрался вокруг Менгира и ждет появления первых лучей Солнца. Да отстань ты со своей камерой! Посмотри, как красиво! Дай насладиться, а! Музыка 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 Весь процесс, как в древности люди узнавали даты, сверяли время, описан. Но современному человеку все это понять сложновато. Ну, конечно, у нас ведь есть обсерватории, телескопы и еще всякие разные приборы, которые помогают смотреть и изучать звезды. Эх, а все-таки так хочется хоть на минутку ощутить, каково это было наблюдать за звездами столетиями ранее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то по звездам считал судьбу и загадывал желания Для удобства ориентации люди разбили небо на созвездия Участки с легко запоминаемыми звездными рисунками Официально их зарегистрировано 88 И самые известные зодиакальные, их 12 Именно по ним перемещается наше солнце А вы знали, что у некоторых созвездий есть семьи? Например, к группе многодетных относится Большая Медведица В ней аж 10 созвездий Вы когда-нибудь задумывались, сколько звезд на небе? Посчитать это навряд ли можно Да и зачем? Посмотрите, как красиво! Глядя на ночное звездное небо, сразу поднимается настроение Отсюда нам звезды видятся одинаковыми Но они разные по размеру Есть совсем маленькие, а есть огромные Но оказывается, чем звезда больше, тем меньше срок ее жизни И кстати, в городе звезд не видно из-за смога и пыли Потому лучше всего на звезды смотреть в каком-нибудь тихом месте, отдаленном от цивилизации Оказывается, звезды это не просто яркие блестящие огоньки в темном небе, как нам отсюда видится У звезд есть разные цвета, от красного до голубого и белого Цвет зависит от температуры Самые холодные звезды красные А вот наоборот, голубые слишком горячие Их температура 12 тысяч по Кельвину Ну, для сравнения, звезды наподобие нашего Солнца Желтовато-белые, имеют температуру в два раза меньше 6 тысяч по Кельвину Тут очень красиво, ну просто невероятно Бывает, видишь что-то и не можешь свои чувства передать словами Вот это тот случай Костер, свежий воздух, природа, идеально Только мне кажется, чего-то все-таки не хватает Мясо, ну да, когда сидишь у костра, и не такого захочется Ммм, сахо, не мясо, но тоже сойдет Во все времена звезды вдохновляли людей Открывали дорогу для творчества Композиторы сочиняли мелодии Художники писали картины Поэты рифмовали строки Послушайте, ведь если звезды зажигают Значит, это кому-нибудь нужно Значит, это необходимо Чтобы каждый вечер над крышами Загоралась хоть одна звезда Ну все, пора отдыхать Пускай и вам, и нам сегодня приснятся звездные сны Ну что же, в погоне за звездами Мы узнали много интересного Но поверьте, еще больше восторга вас ждет впереди Давайте идти вместе по одному пути Мы уже вновь приготовили для вас кое-что необычайное Прям не терпится рассказать Ну все, на сегодня будем прощаться И ждать с нетерпением новых встреч Пишите нам на почту и в социальных сетях Говорите о том, что вам хотелось бы узнать про Крым Мы с удовольствием покажем Чтобы после вместе радостно кричать И это в Крыму Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!